Президент Украины Петр Порошенко считает предстоящие визиты в Украину президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева своевременными и важными. Об этом он заявил во время переговоров с казахским коллегой. Петр Порошенко пригласил Нурсултана Назарбаева посетить Киев 22 декабря, а глава Беларуси прибудет в воскресенье 21 декабря. На встречах планируется обсудить широкий спектр вопроса двусторонних взаимоотношений, в частности экономическое сотрудничество и торговлю. Также президент Украины обсудил с премьер-министром Канады Стивеном Харпером возможность увеличения экономической помощи для Украины через механизм международных финансовых организаций. Стороны положительно оценили возобновление переговоров на экспертном уровне по зоне свободной торговли между Украиной и Канадой и согласились, что она должна быть введена до конца 2015 года. Оттава ввела новые санкции против России. В Федерацию ограничены экспорт технологий, используемых в нефтяной и газовой промышленности. Также расширены черные списки физических лиц. В них попали 20 человек, из которых 10 – российские парламентарии. Их фамилии вы можете увидеть на экране. Среди них вице-спикеры Госдумы, главы фракции и заместитель председателя Совета Федерации. Санкции введены и в отношении девяти лидеров самопровозглашенных республик на Донбассе. В настоящее время в черные списки Канады занесла 77 граждан Украины и России, ответственных за дестабилизацию ситуации в Украине. Президент США Барак Обама подписал указ о введении очередного пакета санкций против России. Документ предполагает полную экономическую блокаду Крыма. На территорию полуострова запрещаются поставки любых американских товаров, технологий и услуг. Гражданам США не разрешается вести бизнес с крымчанами или компаниями, работающими на полуострове. Президент Обама называет Крым украинским регионом, а его присоединение к России считается оккупацией и попыткой аннексии. Кроме того, США добавили в санкционный список 24 гражданина Украины и Крыма. Это и такие раскрученные персонажи, как прокурор Крыма Наталья Поклонская и друг Путина, хирург, лидер байкерского клуба «Ночные волки», а также представители самопровозглашенных республик на востоке Украины. Режим прекращения огня должны беспрекословно придерживаться все стороны конфликта. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в разговоре с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером. Глава государства отметил, что трехсторонняя контактная группа встретится в Минске 21 декабря и подчеркнул, что возлагают большие надежды на реальное продвижение в процессе мирного урегулирования ситуации на востоке. Также стороны обсудили текущую обстановку на оккупированной части Донбасса и выразили общую позицию относительно необходимости доставки в эти регионы гуманитарной помощи. Президент Украины сообщил о подготовке очередного гуманитарного груза для жителей этих территорий. Ну а за минувшую ночь обстановка в зоне проведения АТО снова накалилась. Так, в районе Ольховатки террористы обстреляли украинские позиции с Града. Вблизи Никишина боевики применили гранатометы. Из стрелкового оружия террористы открывали огонь по нашим военным в районе населенных пунктов Сокольники, Опытная, Крымская, Пески и Дебальцево. Стреляли и по новому терминалу Донецкого аэропорта. Как сообщают в пресс-центре АТО, в районе Мариуполя активизировались беспилотники противника. Накануне вечером они трижды появлялись в небе над городом. Минимум 130 тысяч детей были вынуждены оставить свои дома из-за конфликта на востоке Украины. Об этом заявила представитель регионального офиса детского фонда ООН Кристин Элсби. По данным организации, более миллиона 700 тысяч детей пострадали из-за нынешнего конфликта на Донбассе. С марта текущего года полмиллиона человек стали вынужденными переселенцами и нашли приют в других регионах Украины. 130 тысяч из них – это дети. В связи с этим ЮНИСЕФ просит доноров в срочном порядке выделить 32 миллиона долларов в помощь детям. ООН подчеркивает, что критическая стала и ситуация с образованием на Донбассе. Дети платят наивысшую цену за нынешний конфликт в Украине. Разрушенная инфраструктура, не хватает питьевой воды, сложно получить медицинскую помощь в зоне боевых действий. Все это ставит под угрозу жизни детей. Конфликт на востоке Украины сорвал обучение 50 тысяч школьников. В тех регионах Донецкой области, где продолжаются боевые действия, закрытыми остаются 147 школ, 187 учебных заведений, частично или полностью разрушены. Большая часть населения Краматорска называет Российскую Федерацию стороной конфликта на Донбассе. Это результаты соцопроса жителей восточных регионов. Они считают, что Россия снабжает террористические ДНР и ЛНР оружием. Также российские вооруженные силы участвуют в боевых действиях на стороне сепаратистов. Подробности в сюжете Виктория Лопатина. Почти 70% граждан Славянской и Краматорска за Донбасс в составе Украины. Такие данные собрали социологи в результате опроса жителей этих городов. Исследование проводил в последнюю неделю ноября фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева совместно с социологической службой Центра Разумкова и фирмой Ukrainian Sociology Service. Они опросили более тысячи респондентов в двух городах. Кроме того, большинство опрошенных поддерживают украинскую армию. В целом же в Краматорске настроение лучше, нежели в Славянске. Сейчас там стоят воинские контингенты после того, как они были освобождены, потому что они далеко линия фронта. Так вот, и в этом вопросе, по крайней мере в Краматорске более 60% считают, что украинская армия в этих городах должна или оставаться навсегда, или находиться некоторое время, пока ситуация не стабилизируется. Жители двух городов в числе актуальных для них проблем называют отсутствие работы, медикаментов, а также беспорядок в городе и неполноценную работу милиции. Об этом сообщила директор фонда демократические инициативы имени Илька Кучерева Ирина Бекешкина. Жизнь там, на освобожденных территориях, налаживается, и она существенно отличается от жизни людей, которые находятся на оккупированных территориях. Свет, электричество, интернет, связь, транспорт. Объективно, люди говорят, что в этих регионах, в Славянске, в Краматорске, с этим более или менее нормально. Кроме того, людям начинают выплачивать задолженности по зарплате. Города обеспечиваются теплом. Также восстанавливается инфраструктура. Жители понемногу приходят в себя. Они верят, их регион был, есть и будет украинской землей. Виктория Лопатина, Владлен 0, БТБ. Как вести себя украинским журналистам с сотрудниками милиции во время массовых мероприятий без риска для здоровья? ОБСЕ и отечественные юристы разработали и напечатали специальное практическое пособие для представителей МассМедиа. Издание состоит из цитат, законов о правах и обязанностях как журналистов, так и милиционеров. Также в нем содержатся рекомендации, как вести себя в конкретной ситуации. Пособие основано на реальных инцидентах между журналистами и правоохранителями. В нем опубликовано описание некоторых зарубежных практик, которые можно применить в Украине. Тираж составил 8 тысяч экземпляров. Зная свои права, зная свои обязанности, каждая из сторон все-таки так или иначе уважает закон. И я глубоко убеждена, что это поможет урегулировать свое поведение именно в местах массовых мероприятий журналистов с правоохранителями и правоохранителей с журналистами. Министерство образования готовится запустить новый сайт. Стартует он после новогодних праздников. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Квит. По его словам, нынешний ресурс не может удовлетворить все потребности пользователей. Поэтому и было принято решение о создании нового. В его разработке приняли участие почти 700 сотрудников министерства и ведущие IT-специалисты. Сергей Квит обещает, что благодаря новому веб-сайту пользователи получат упрощенный доступ к информации. Ведь создатели во многом учитывали мнение общественности. Этот новый сайт будет важным инструментом для нашей деятельности. Он содержит много интерактивных возможностей. То есть мы разными способами спрашиваем у наших пользователей, что они хотели бы видеть. В частности, мы собрали данные через опрос о том, какую именно информацию чаще всего ищут пользователи. И то, что ищется чаще всего, уже будет выставлено на сайте. В Киеве на Софиевской площади зажгла огни главная елка Украины. Впервые за время независимости нашего государства это настоящее цельное дерево. Вес красавицы 12 тонн, высота 24 метра, а возраст 82 года. Ее привезли из Прикарпатии как подарок для столицы. Стоимостью более полумиллиона гривен. Желаю вам хорошего дня и до встречи уже меньше, чем через час.